Открытый урок музыки в областном центре провел композитор и исполнитель Дмитрий Маликов. Иванова стала 22-м по счету городом, где состоялся его мастер-класс. Со сцены Дмитрий Маликов активно общался с залом, давал советы начинающим музыкантам и делился впечатлениями из детства. Вспоминал, что отец привел любовь к музыке при помощи ремня, а учитель не предрекал успешной карьеры. Родители у меня были на гастролях, и бабушка только меня воспитывала. И говорили, что в коллективе артистов ее звали ваш, но никогда не будет музыкантом, потому что он ненавидит музыку. Но теперь-то я уже понимаю, что желание и нежелание заниматься бывает у каждого музыканта, какой бы он ни был, большой, талантливый, известный или нет. Просто на самом деле это достаточно нутное занятие. Но, к сожалению, этот большой труд требует большого очень терпения. На мастер-класс пришли учащиеся детских музыкальных школ, студенты музучилища и колледжа культуры. Были и такие, кто заглянул в зал из любопытства, чтобы просто посмотреть на звезду вживую. Вход в филармонию в этот день был свободным. Во время встречи Дмитрий неустанно говорил, что не надо бросать занятие музыкой. Она существенно обогащает внутренний мир. Музыкальные люди, по его мнению, меньше способны на подлости. При этом необходимо думать не только о технике исполнения, но и о продвижении своего таланта. А это нелегко. Дмитрий поделился своим опытом по созданию фортепианного альбома. В «Девнадцать прелюдей» я очень хотелось объединить в какой-то цикл по названиям и по настроениям. Ну, как же времена года или детский альбом, например, Чайковского. Но на каком-то таком современном уровне, современном этапе. Я стал думать, как это можно сделать. И первая мысль, которая пришла ко мне в голову, это то, что музыка на самом деле не несет не только музыкальный эффект, но и терапевтический эффект. То есть музыка лечит. Так появилось название альбома. «Панацея» – универсальное средство от всех болезней. Эту пластинку продают в аптеках. Трехчасовая встреча Речь с Дмитрием Маликовым прошла на одном дыхании. Дети с удовольствием слушали и запоминали советы мастера. Очень хорошо все, очень понятно, объясняют никаких умных слов. Даже простому человеку будет приятно это все послушать. И главное, показывают, как он играет, вот именно руки. И вот такому геню, который играет практически с закрытыми глазами, он закидывает голову, играет вот так. Это нереально. Мне очень понравилось. Нескольким счастливчикам удалось в этот день продемонстрировать свои таланты Дмитрию Маликову. Композитор занял место в зрительном зале и послушал выступления учащихся музыкальных школ нашей области. Сегодня, к сожалению, не было представлено народное творчество. А я всегда с большой радостью слушаю народные инструменты. Вчера, например, в Владимире был баян. В Ришкороле был очень интересный ансамбль гуслеров, девочки молодые. Народное пение. Я считаю, что надо обязательно нашу народную культуру тоже поддерживать и развивать, потому что она умирает под таким огромным влиянием вот этой вот мировой культуры, которая душит, так сказать, наш народный этнос. Дмитрий Маликов на сцене уже четверть века, и все это время он ратует за классику. Учить детей музыки можно только на собственном примере, считает композитор. Помощниками в этом нелегком деле во время вечера выступили герои программы «Спокойной ночи, малыши». Чтобы делать что-то хорошо, надо много трудиться и учиться. И точно, как говорилось, без труда не вырежет рыбку из пруда. Дима, а сыграйте, пожалуйста, ребята, нашу любимую, а нам пора прощаться с вами, друзья. Любовь по чернику, Олег Мелехин, РТВ Иванова.